Друзья, всем привет! С вами Максим Ильян, компания Party365. И сегодня мы поговорим о том, как организовать open-air, то есть вечеринку на открытом воздухе, либо в шатре за городом. На что стоит обратить внимание? Итак, первое, на что стоит обратить внимание, это есть ли электричество на площадке. Какую мощность вам выделяет площадка? Вы подходите к администратору и задаете вопрос, какую вы мощность выделяете нам на мероприятие. Здесь может быть последовать три ответа. Первый ответ – это розетки 220 вольт. Ну, допустим, он скажет, вот, допустим, здесь розетка, здесь и здесь. Сразу предупреждаю, если вы планируете мероприятие на 40-50 человек, то несколько розеток для подключения звуковой системы, светового оборудования, караоке, плазмы недостаточно. Будьте внимательны. Второй ответ – это розетка 380 вольт, так называемая фишка. Это хорошо, тогда вопрос с электричеством снимается. Но нужно уточнить у администратора, как далеко она находится от сцены. Где планируется сцена, либо где планируется установка звукового и светового оборудования. Также плазменных телевизоров и караоке. То есть, все, что вам необходимо. Если вам выделяется мощность 380 вольт, то необходимо задумываться еще о следующем. Если вы планируете организовать звук, свет, сцену артистов, караоке, плазмы и так далее, и еще планируете кеттеринг, который приедет со своими, так сказать, плитами и так далее, вот здесь необходимо все просчитать, хватит ли вам мощности. И еще задайте вопрос администратору, если там будет розетка 380 вольт. Таким вот простым языком, кто еще сидит на этой розетке? То есть, чтобы приблизительно понять, какая мощность будет выделяться именно вам на мероприятии. Это очень важный момент. И ответ номер 3. Могу сказать, вы знаете, у нас нет электричества. Тогда вам необходимо будет заказывать дополнительно генератор. Генераторы бывают разные, по 5-10 кВт, по 100-150 кВт. Здесь уже это отдельная история. Она обсчитывается в зависимости от нужного оборудования, которое вы хотите видеть на своем празднике. Итак, с электричеством мы разобрались. Переходим к следующему пункту, который необходимо учесть при организации мероприятия. На что стоит обратить внимание? Это подъезд к площадке. Очень часто бывает такая ситуация, что, допустим, какое-то пафосное заведение, стоит шатер посреди полянки какой-то, и администратор бегает в банке, а ни в коем случае сюда на машине подъезжать нельзя. А вы заказали звук, свет, плазму, караоке и сцену еще. Соответственно, здесь необходимо закладывать время на монтаж и демонтаж чуть больше, чем обычно. Потому что ребятам, монтажникам придется все это на ручках носить прямо на площадку. И там все устанавливать. Соответственно, здесь нужно будет внимательно подойти к этому вопросу. Если же у площадки есть ворота, куда можно подъехать, все это разгрузить, установить, это ускоряет время монтажа, демонтажа. Теперь, не уходя далеко от монтажа, необходимо подумать, сколько времени вам потребуется, чтобы доехать от города Москва до вашего мероприятия. Вы едете, конечно же, на машине. У вас, наверное, большая спортивная машина, которая едет и нарушает правила. Но машина с оборудованием, она поедет медленно. И средняя скорость движения ее будет составлять порядка 30-40 км в час. Если вы организовываете мероприятие за 200, за 300, за 400, за 500 и за 600 км, необходимо учитывать время доставки. Потому что одно дело доехать до МКАДа, а другое дело доехать, допустим, в Брянскую область. Это не так близко. Соответственно, мы поняли, нам необходимо знать, первое, что нам нужно электричество. Второе, что нам необходим подъезд и разгрузка на площадке. И третье, на что стоит обратить внимание, если вы хотите организовать мероприятие под открытым небом, то здесь вам уже понадобится небольшая сценическая конструкция. Потому что звуковое и световое оборудование в случае дождя должно быть защищено крышей, либо каким-то навесом. Здесь вы можете выбрать именно для себя, что вам наиболее, так сказать, понравится. Либо это будет небольшая сцена, либо это будет шатер, где ваши гости будут отдыхать. Соответственно, принимайте решение уже самостоятельно. Пожалуй, это все, на что стоит обратить внимание. Будьте внимательны при выборе площадки. А о площадках, как выбрать правильную площадку, я расскажу в следующем видео. Всем пока! С вами был Максим Лиан, компания Пати-365.